здравствуйте дорогие друзья гости нашего канала с вами лидия наших длительных прогулок по паркам мы с вами снова вернулись центр позади меня находится самый большой в мире магазин игрушек который называется хамлейс в этом магазине вы можете купить любую игрушку со всего мира дети королевской семьи просят своих родителей купить игрушки именно в этом магазине давайте-ка заглянем вовнутрь и окунемся в мир детства приключения и сказки я вам расскажу как создавался магазин какие игрушки можете там приобрести какие секции игрушек там есть я думаю что вам очень очень понравится и так вперед первый магазин сети был открыт уильям хэмли в лондоне 1760 году это был небольшой магазинчик игрушек тогда он назывался ноас арк в 1881 году внуки хэмли открыли новый магазин на оригин стрит который в годы второй мировой войны пережил 5 бомбардировок свое нынешнее здание хамлейс переехал в 1981 году на сегодняшний день торговые центры этой сети есть в других шести городах великобритании а недавно свой магазин хамлейс открыл в москве торговом центре европейский на киевской но только на рейджин стрит покупателей ждет огромный 7 этажный магазин общей площадью более 5000 квадратных метров в котором продается свыше 50 тысяч игрушек здесь есть практически все от кукол и мягких плюшевых игрушек до видеоигр и радиоуправляемых машин и здесь и все игрушки существующие в мире и представлены все детские бренды ежегодно хамлейс посещает более пяти миллионов покупателей именно этот магазин входит в список туристических мест обязательных посещению в лондоне каждый этаж посвящен отдельной категории игрушек и игр выбор игрушек просто поражает воображение атмосфера в магазине радостная и веселая на первом этаже можно приобрести мягкие игрушки любого размера хамлейс это не просто место где продают игрушки это множество аниматоров развлекающих детей и взрослых и заодно представляющих тот или иной товар а это самая популярная игрушка без нее не засыпает ни один британский ребенок кстати забыла сказать что традиционным символом магазина служит плюшевый мишка хамлейс которого по вполне демократичной цене можно приобрести в магазине также здесь есть секция посвященную любимому английскому герою мишки паддингтону представлены игрушечной собачкой любовь породы нижний этаж посвящен популярному фильму star war чего-то только нет я правда небольшой поклонник этого фильма но даже меня впечатлил макет космического корабля собраны из семи с половиной тысячи деталей на каждом углу стоят столики где аниматоры показывают и рассказывают дают пощупать и поиграть любыми игрушками объясняют как играть в предлагаемые продажи игры аниматоры также просто играют с детьми показывают как пользоваться более сложными игрушками здесь можно поиграть в коклы управлять радиоуправляемыми машинками запустить бумеранг собрать лего и так далее и 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 В Великобритании существует красивая традиция – baby shower. Это вечеринка для будущей матери, во время которой ее в переносном смысле просто забрасывают подарками. Хамлис подготовил baby shower для Кейт Миддлтон. Не правда ли это очень мило? Второй этаж – это рай для девчонок. Здесь огромное количество разнообразных кукол, платьев, детской косметики, бижутерии. Третий этаж для мальчишек. Тут представлены машинки любого размера и на любой вкус. На четвертом этаже можно приобрести детские книги и пазлы любого размера, начиная от сказочных героев до панорамного вида Лондона. Игрушки от Хамлис очень качественные и имеют самую лучшую репутацию. Поэтому за качество приобретенных здесь игрушек или прочих детских товаров можно не переживать. Это Англия. И репутация здесь превыше всего. Также в магазине можно отпраздновать день рождения ребенка. Мы как-то были в магазине и попали на такую вечеринку. На этаже собрали, наверное, весь персонал магазина. Все поздравляли ребенка и пили песню «Happy Birthday». И, конечно же, все посетители подпевали. Эмоции именинника не передать словами. Радость переполняла всех. Многие приходят в этот магазин как на экскурсию, но устоять и не купить что-нибудь очень-очень непросто. Многие приходят. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И напоследок, по традиции, анекдот. Молодая мама в магазине игрушек обращается к продавцу. Не кажется ли вам, что эта игрушка слишком сложна для малыша? Нет, она как раз рассчитана на то, чтобы приучить ребенка к современной жизни. Как бы малыш не пытался ее сложить, у него все равно ничего не получится. Всем хорошего настроения, радости и добра! До новых встреч! Bye!